Ровно три года назад в нашем районе было зарегистрировано Сергиевское мукомольное предприятие. Сейчас оно работает исключительно на местном сырье, и его продукцию закупают производители двух областей страны. Отличием этого производства от любого другого сельскохозяйственного заключается во всесезонности. Ежедневно тут срабатывают по 11 тонн зерна. Задачи для этих специалистов есть всегда, так как во время уборочной страды зерно попросту запасается впрок в объеме 3,5 тысячи тонн. Для подработки сырья, просушки и хранения здесь имеется элеватор. Перед самой переработкой зерно завозится в четыре теплых накопительных бункера для прогрева. В первую очередь, конечно, у нас идет белизна, так это и клейковина у нас идет, и ДК, число падений, много показателей. Но вот эти основные параметры, на которые я обращаю внимание, обращаю внимание при каждом выборе, то есть это каждый день я проверяю. Среди работников предприятия на особом счету здесь находятся мельники. Именно они, досконально зная технологию, руководят работой сложных агрегатов современной мельницы. Замачивается зерно, определенное время отлеживается, чтобы маленько оно, как говорится, смягчилось. Потом подается уже, как говорится, на станки. И все, уже тут процесс пошел, все постепенно, и на выходе идет у нас уже, как говорится, готовая продукция. Мука, мука высший сорт, первые и отруби. Отечественное оборудование для производства под названием «Мельник-эксперт», перерабатывающее по 700 кг зерна в час, было доставлено прямо из города Барнаул. Ему требуется постоянное внимание со стороны персонала, и специалисты справляются со своей задачей полностью. «Где здесь нужен человек? Для чего именно?» «Здесь вот именно два человека надо». «То есть постоянно?» «Постоянно, да. Трести мешки, контролировать, взвешивать вес и прошивать, и складывать на поддоны». «Все остальное он сама не делает?» «Все остальное, да. Готовую продукцию уже выдает. А до этого просто я слежу за оборудованием, за вальцами, за зазорами, за процессом и за рабочими тоже». «Нам сказали по секрету, что у вас творческая работа. Почему?» «Ну, как бы сложная в своем роде. Как бы просто так любого человека не поставишь, и как бы надо все знать, все понимать и все чувствовать заранее, когда что-то сломается или что-то пойдет не так. Как бы тоже нюансов много». Приобрести калиновскую муку можно и на их базе, и на сельхоз-ярмарках. Одной из таких в Сергиевске, к примеру, продукция, пользовалась живым спросом, и число постоянных покупателей у Сергиевского мукомольного предприятия увеличилось вновь. Екатерина Реснянская, Антон Иванов, для информационной службы телекомпании «Радуга-3».